приветствую вас товарищи с вами варчик в прошлом видео я вас просил подписаться тех кто не подписан но постоянно смотрит мои видео и сразу же в первый же день 50 человек подписалось это очень приятно что вы меня услышали я всех благодарю спасибо за такую отзывчивость это что вы меня услышали это реально мотивирует спасибо большое за подписки и продолжайте в том же духе мы очень быстро наберем 20 тысяч подписчиков не забывайте подписываться если вы постоянно смотрите видео но в этом видосике мы поговорим про баланс и правки карт я на тесте провел 40 боев без стрема катался беспрерывно прям целый вечер нажимал в убой и хотел попасть на новые карты чтобы посмотреть на них полетать свободной камерой по ним показать вам что да как там изменилось рассказать свои мысли вам изменения показать но за 40 боев я попал один раз на карту степи а еще изменилась помимо степей карта аэродром и карта рудники причем самое что интересная карта степи изменилась меньше всего и изменений там особо сильно влияющих не так уж много как на остальных картах есть еще новая карта устричный залив на ней я тоже не был и у меня вот возникает вопрос к разработчикам игры мир танков о чем мы там тестируем на этом тесте если а новые карты измененные и новую карту устричный залив если их не видел вообще а чё этом тестирую старые карты которые не изменились и чё я на них проверяю как они просто существуют игре уже столько лет уже за 10 лет перевалило а по-прежнему все тесты напоминают цирк и зоопарк на которых практически невозможно протестировать хоть какие-то новинки я конечно отложил реплеи и по танкам которые изменились и про них поговорим подробнее поскольку циферки разглядывать это хорошо а прям поиграть и почувствовать танк это совсем другое но давайте же наконец поговорим про измененные карты карта аэродром переработаны центральные направления для повышения комфорта игры на тяжел бронированной техники можно заметить что центральные скалы стали намного выше они будут лучше защищать от артиллерии также появились дополнительные укрытия просто больше стало играбельного места и позиций видим что тут позиции не особо симметричные с одной стороны скорее всего будет удобнее играться здесь чем с другой на центральном холме там сделали переезд к позициям тяжелых танков только вот как им пользоваться если он просто посреди карты находится на вершине и тебя будет расстрелиться все карты непонятно ну и не менее масштабные переделки нас ждут на фланге для легких танков вариативность лт направления выросла в разы там добавили камней кустов деревьев но опять же все позиции какие-то примитивные камень куст камень куст и это в принципе все изменения на карте аэродром а теперь давайте поговорим о том почему не нравится карта аэродром поскольку здесь выезжая в любую основную точку чтобы постреляться с врагом тебя тут же наказывает пт которая стоит напротив этой центральной дырки и ты сразу получаешь по зубам что на центре там где лтшки катаются что на направлении тяжелых танков ты выкатываешься и напротив тебя вдалеке камень с кустом где сидит какая-нибудь бабаха из-за чего танки которые выкатываются хоть как-то активно поиграть они сразу же умирают приходится просто долго стоять и ждать пока кто-то сам подставится изменится ли это когда карту переделают немножко больше позиции даст больше вариативности как подступиться к врагу но основные центральные дырки как простреливались по тэшками легко так и простреливаются из-за чего слишком кардинальной геймплей не изменится но опять же я это не смог поиграть я это вижу вот визуально по этим замечательным картинкам прям сильно глобальных изменений я не вижу но явно станет немного лучше но некоторые играбельные позиции на центре так сказать на центральном холме там где можно было остановиться в кустике стрелять тяжам по спине или по бочине скорее всего такое больше не будет играбельным поскольку там голая равнина и выезжая наверх вы сразу будете светиться и умирать теперь переходим карте степи здесь для одной базы на респе добавили холмик чтобы легче было защищаться и возле этой же базы переделали позиции для дефа базы в общем усилили один респ и все это все изменения на карте степи почему карта степи не очень это проблема практически всех карт в игре мир танков поскольку все направления это ровный коридор по краям которого камень куст с птшкой из-за чего ты просто стоишь либо блайндишь в этот куст либо ждешь пока кто-то поедет и сразу умрет подъехать к врагу и поиграть против него практически ни на какой карте невозможно поскольку вы просто стоите в этих коридорах и боитесь в них выглянуть если у вас разве что не бронированный борт тогда вы стоите от борта перестрелитесь врагами попутно вас сверху полевая торта подарками и в принципе вот и весь геймплей и когда критическая масса преимущества у одной из команд становится огромной она просто едет вперед срывается с места и добивает оставшихся вот и весь геймплей на всех картах этой замечательной игры но если бы направление были бы более вариативные интересные разнообразные то сражение в бою происходило бы равномерно они просто как собаки с цепи сорвались и просто поехали сносить все потому что увидели что преимущество большое из-за чего многие карты играются три-четыре минуты и все поскольку танки съезжаются в один коридор начинают поливать друг друга голдой одна из команд получает быстро преимущество и все и бой по сути заканчивается посмотрите на карту степи посередине огромное поле по краям две канавы в каждую каналу заезжает куча танков в какой канаве произошла критическая масса преимущества та и поехала вперед быстро добивать вот в принципе и все очень редко бывает такое что в этих канавах танки становятся аккуратненько и стоят в долгой позиционки но и геймплей этот интересным тоже не назовешь просто люди стоят показывают там краешек башни и смотрят друг на друга наслаждаются кривой стрельбой стреляя голдой через пол карты в какие-то пиксели но как можно было бы улучшить этот геймплей если бы фланги не были бы просто тупыми коридорами канавами ровными улицами и так далее чтобы люди могли доехать друг к другу чтобы у них была возможность подъехать объехать случае чего назад уехать большинство позиций направлений в этой игре на всех картах они играются как пан или пропал все или ничего даже чтобы заехать в какую-то позицию в которой ты можешь что-то сделать ты можешь просто все потерять пока едешь в нее либо бесплатно прошмыгнуть в нее и потом всех убить но никогда в жизни ты оттуда не вернешься если что-то пойдет не так вот почему карта степи такое же как и все 41 карта в этой замечательной игре значительные переработки на карте рудники переезд на воду закрыли холмиком поскольку с одной стороны ты бесплатно доезжаешь на воду а с другой стороны постоянно тебя в бочину убивают также один из рисков постоянно выигрывает воду и стреляют на центре тяжам по жопе там добавили больше камней из-за чего жопа будет чуть больше в безопасности но чет заметно не сильно что безопасность вырастет также в деревне добавили пару домиков которые прикрывают позиции пт и вы будете перестреливаться с тяжами не получаю пиздюлей от пт но если вода выигрывается скорее всего одним риском а именно верхнем то деревня чаще всего выигрывается нижним риском из-за чего один из рисков играя в деревне на тяжах будет получать постоянно в бочину им еще и домик который прикрывает от пт поставили в глубине деревни куда надо доехать еще даже не доезжаю туда уже получаешь по бочине поскольку нижний респ чаще всего проезжает в самый угол и стреляй тяжам по жопе поэтому на мой взгляд это направление останется также за нижним риском но будет больше возможности здесь поиграть тяжам поскольку будет чуть больше позиций суть карты примерно остается та же самая также закрыли еще один балкончик чтобы не стрелять тяжам по жопе если вы играли центр а именно центральную гору но вот с другой стороны для другого респа стрелять по жопе можно а с этой стороны вот видите ли теперь нельзя посмотрел на эти изменения на карте рудники можно понять что нижний респ будет выигрывать скорее всего оба фланга и деревню и воду поскольку на воду теперь безопаснее доехать и легче там закрепиться поскольку вы туда не будете доезжать мертвыми а в деревне позиции тяжей более безопасные чем у вражеского респа поэтому выиграть тоже будет легче а вот верхний респ будет также выигрывать легче центр ну и где тут баланс ну а карту устричный залив мы в отдельном видео разберем целиком и полностью посвятим ей целый видос прискорбно что за столько лет тесты до сих пор находятся в убогом состоянии и ничего толком на них протестировать нельзя видимо поэтому они длятся целый месяц чтобы ты целый месяц с каждым днями там жал в бой чтобы хотя бы один раз попасть на новую переделанную карту хотя нужно попасть много раз еще из разных респауна разных классах техники чтобы все понять на мой взгляд вообще не нужно там тестировать ничего в плане карт кроме измененных карты новой карты пишите свое мнение в комментариях как вам изменения на картах на мой взгляд это не совсем то что картам нужно но в целом изменения в духе и в стиле всех карт которые находятся в игре как мы играли коридорные канавы так в принципе и останется единственное что позиции чуть побольше на этих трех картах добавили с вами был арчик карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи удачи Продолжение следует...